Добрый вечер! Сегодня предлагаю поговорить на эту тему. Зачем нам нужны приготовительные седмицы к Великому посту? Эта история уже давно длится. Мы помним, что церковь христианская и православная существует уже 2000 лет. И где-то с IV века уже известные святые отцы церкви-столпы, церкви-учителя великие церкви, как Иоанн Златоуст, который написал литургию, Василий Великий, его соратник, и Кирилл Александрийский. То есть те, на которых зиждется, можно сказать, все уставы и каноны церковные, они уже в IV веке говорили, что надо подготавливаться к началу Великого поста. И действительно, это имеет смысл глубокий. Внутри человека много различных мыслей, чувств, желаний и процессов развивается, и мы не можем сразу остановиться и переключиться с одного на другое. То есть даже если где-то на работе или в дороге нас что-то взволнует, мы потом еще долго такие волнительные переживания в себе ощущаем и долго не можем никак успокоиться. У некоторых это там и сутки, и двое продолжается, если особенно какие-то серьезные события произошли. А здесь мы должны перестроиться на совершенно другой лад. Великий пост – это время совершенно другого жительства человеческого. И, конечно же, к нему надо также подготавливаться, то есть как бы затормаживать постепенно. В течение этих трех недель мы перестраиваем образ мыслей, образ жизни, свои какие-то впечатления, какие-то размышления. Мы перестраиваем на особый Великопостный лад, и Церковь в этом помогает каждому из верующих, так как она предлагает на эти темы чтение Евангелия определенного толка, какие-то молитвенные другие совершенно уже правила включаются в богослужение. И все эти моменты, связанные в том числе и с ужесточением потихонечку поста телесного, они все приводят к тому, что человек начинает по-другому себя вести. И в Великий пост он уже входит подготовленным, то есть не резко, не сразу же с места в карьеру, как это в поговорке говорится, а плавно, постепенно с подготовкой и телесной, и духовной подготовкой. Сейчас первоклассники идут в школу, и для них есть подготовительный класс, чтобы они уже научились сидеть, наверное, правильно. То есть может такое сравнение. Ну, если вообще, вот я вспоминаю свою, так сказать, подготовку к первому классу, то еще в детском саду была подготовительная группа, которые, так сказать, уже там нам какие-то азы учебы в школе придавали, то есть там на палочках считать, еще что-то такое, какие-то азбуки учили мы, уже какой-то был портфель с какими-то необходимыми атрибутами школьной жизни. И это все подготавливало в течение года к тому, чтобы мы из детского сада перешли в школьный первый класс. То же самое и здесь. Мы каждый год в течение всего, так сказать, периода жизни непостной, мы живем достаточно расслаблено и привыкаем к тем жизненным правилам, которые нам можно, там и покушать все, что хочешь, можно и куда-то сходить, так сказать, на какие-то развлекательные качества жизни человеческой, которые там театры, кино или, не знаю, прогулки, встречи, праздники. А здесь вот резко мы должны это все отсечь, и, конечно же, к этому надо подготовиться хотя бы в течение трех недель. Да, раньше даже вот так посетили с Великим постом, да, там наши прапрадежки, прапрабабушки, да, то есть вообще отменялись все развлекательные мероприятия, то есть получалось, что закрывались даже магазины, да, то есть... Театры закрывались. На Великий пост в русской, так сказать, империи, в Российской империи, до революционной, конечно же, все эти увеселения закрывались, театры закрывались, какие-то оперы, там, балеты и прочее, все закрывалось, все уходили в отпуск на Великий пост, и даже на рынках и магазинах переставали продавать мясную продукцию. То есть все переходили, ну, хотя бы там рыба, там, и такие вот более-менее, ну, огурцы, помидоры и прочее, то есть на постные продукты, потому что, ну, как бы с двух сторон можно это смотреть. Во-первых, спрос падал, естественно, так как все люди старались попаститься, а значит, не имело смысла, там, продавать эти продукты, они все равно бы могли пропасть, просто будучи невостребованы. Во-вторых, и сами продавцы, они тоже были верующие, и поэтому тоже понимали ответственность, и все это было традиционно. Так что мы, конечно же, живем в других реалиях и с другими привычками, и у нас, конечно же, в магазинах ничего не изменится, но должно измениться в нас самих это все, поэтому мы подготавливаемся так же, как и в те времена. Да, и чтобы не терять времени, да, то есть мы, получается, как будто в такой в бой вступаем, да, то есть нужна тренировка, нам подготовка, вот, чтобы вступить в бой. Что же нам дает Великий Пост, над чем нам работать? Для нас, ну, для каждого из нас Великий Пост, он связан как бы с особыми своими взглядами и ощущениями. Для кого-то Великий Пост – это очень много искушений, это когда усиливается нападение Бесовский, когда… То есть это вообще естественно, к этому стоит готовиться? Естественно, да, потому что Бесам это очень не нравится. Мы помним, что в Евангелии сам Господь говорит, что род всей Бесовский изгоняется постом и молитвой. То есть когда мы постимся, мы от себя бесов отгоняем, естественно, это им не нравится, они всячески пытаются этому противостоять и сопротивляться, чтобы не допустить нас до пощения, до молитвы. То есть для некоторых, повторюсь, это вот время борьбы такой с искушениями. А мы, получается, да, недавно было богоявление, крещение Господне. Господь после богоявления ушел в пустынь поститься тоже сорок дней. Мы идем тем же путем, что шел и Господь, почему мы называемся христианами, потому что мы за Христом идем и стараемся воплотить все то, что Он нам оставил в своих поучениях, своим примером показав, в том числе, как Он постился сорок дней в пустыне перед тем, как вышел на проповедь. Так же и мы сорок дней постимся, повторяя Его подвиг поста. Ну, конечно же, Он постился не так, как мы, Он более строго постился, да, Он не вкушал ничего практически сорок дней. А нам разрешается кушать в течение этого времени просто постную пищу, пищу растительного происхождения, не животного происхождения. И, конечно же, для нас это более легкий вариант, нежели был у Господа. И мы помним, что и Его Сатана тоже искушал, на горе Искушения это все происходило в конце поста, и целая борьба была Господа с Сатаной. И на этом месте, кстати, до сих пор находится монастырь, который основал святой Харитон, исповедник, который пришел на то место, где Господь постился, и он был постником, ископал себе пещеры в этой горе. И таким образом основал этот монастырь на горе Искушения. Сейчас его можно посетить, то есть всякий, кто ездит в паломническую поездку на святую землю, он может добраться до города Иерихон, рядом с ним канатная дорога. То есть ты садишься в центре города, и у тебя канатная дорога, знаете, как на лыжных трассах такие фуникулеры бывают, вот так же и там есть такой фуникулер. Он доносит всякого желающего до подножия этой горы, и дальше уже по ступенькам поднимаешься. Достаточно так, нагрузочно, но всем по силам. То есть высокая гора, да? Гора достаточно высокая, ее видно издалека, и подниматься туда, ну, так быстро не забежишь. То есть это не то, чтобы там на пятый этаж поднялся. Нет, это в течение где-то минут 20, наверное, надо восходить по ступенькам, подготовленные, конечно же. Оттуда открывается красивейший вид на город, на долину Иерихонскую, и, конечно же, это впечатляет тоже. Тем более там сейчас в этом монастыре есть такой балкончик просто вот над пропастью. Туда даже многие боятся выйти на этот балкончик, он металлический. И рядом с тобой, прямо стоишь на балкончике, рядом с тобой ласточки летают. На уровне ласточек ты стоишь, и внизу пропасть. А что балкончик символизирует? Балкончик, он, ну, для монахов, чтобы они видели ту картину, которую видел сам Господь. Потому что не все кельи имеют окна, некоторые входят в гору, и там без окон. Только часть кельи направлена на эту сторону. И в любом случае там же очень жаркий климат. Это место самое жаркое во всей Палестине. Оно еще и в низине находится, плюс солнце, плюс пустыня. Это все нагревается, раскаляется. Ну и, наверное, какие-то ночные или вечерние часы на этом балкончике хоть чуть-чуть можно остудить свое тело. Потому что горы тоже накаляются и не дают отдохновение. Очень жарко. Поэтому здесь, я думаю, несколько таких вот моментов. Ну и, конечно, монах, он все-таки у него устроение такое, как бы он отделяется от мира и старается отдалиться от него. Ну и здесь как раз это отдаление вот прям видно. То есть ты стоишь как бы в воздухе, и перед тобой огромное пространство до горизонта, который там видишь город, видишь там какие-то поля, синяковые и банановые рощи. Но все это на отдалении, ты понимаешь, насколько это все суетно. Мы сейчас с вами продолжим разговор про борьбу в великие позы, чем он нам нужен. Примем звоночек телезрителя. Да, послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Добрый вечер, Галина. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Я очень давно смотрю ваши эфиры. Спасибо вам большое за познавательную информацию, за многие ответы на вопросы, которые всегда у нас есть. Такой вопрос назрел у меня недавно, когда я зашла в церковь и поняла, что до сих пор не знаю, есть ли, может быть, какое-то правило, в какой последовательности нужно ставить свечи в храме. За здравие, за упокой и за здравие, каким иконам нужно ставить свечи. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Ну, действительно, когда мы приходим в храм или монастырь приезжаем, то есть мы действительно делаем прежде всего что? Мы заходим в свечную лавку, пишем записочки о упокоении, о здравии, оставляем их там и берем свечки, и идем в храм уже, так сказать, на службу или просто помолиться, поставить свечи каким-либо иконочкам. Ну, кто-то там святитель Николая хочет поставить, кто-то там преподобного Сергия Радонежского, если для учебы. Но если брать в общем, то о здравии и о упокоении это легко различить. Есть один всего лишь канон, то есть такой подсвечник, как стол квадратный такой подсвечник, его называют канон, ставят там о упокоении. Это единственное место в любом храме, где о упокоении ставятся свечи. И во всех других местах ставят о здравии. Но прежде всего, конечно, ставим мы по упокоении и к празднику, то есть центральный подсвечник, который в центре храма стоит перед царскими вратами, там мы ставим к празднику, то есть, ну, допустим, если там Богоявление или Среди Негосподние, вот туда мы ставим в честь праздника. То есть заходишь, сначала идешь в центр храма, да? В центр храма проходишь, ставишь там свечку праздничную в знак благодарения Господа, в знак прославления Господа в праздник, или прославления Богородицы, или каких-то других святых. А потом идешь к канону, там ставишь свечку о упокоении, чтобы и ваши близкие усопшие также могли с вами помолиться и порадоваться за счет того, что вы за них свечку поставили в храме. А дальше мы ставим свечки уже перед любым образом, где нам хочется, или где мы слышали о чем-то, или просим отдельно. Ну, есть различные моменты житейские, которые нас приводят в храм. Кто-то о здравии, кто-то о работе, кто-то о семье, кто-то о каких-то там других тяготах, искушениях, лишениях, там, или что-то такое. Ну, у каждого столько вопросов возникает, что очень личные эти моменты, и тут уже каждому своя рекомендация. Но, повторюсь, все остальные подсвечники в храме, кроме канона, это о здравии. Ну, понятно, что Господу можно, наверное, обо всем молиться нашему Творцу, да? А вот святые, они тоже универсальные, то есть к любому святому можно с любой просьбой подойти? Ну, если брать разделение святых в церкви православной, то мы видим, что там есть несколько чинов, да, есть мученики, есть святители, есть преподобные, есть праведники или блаженные Христа ради, иродивые. Есть мужеского пола, есть женского пола, есть Пресвятая Богородица, иконочки. Мы каждый из икон ставим в той или иной ситуации. Ну, мы знаем, что великомощник-целитель Пантелеймон помогает в болезнях. Вот ему свечку ставим о здравии. Да, у него даже в руке лекарства, да, находится? Да, с коробочкой, ложечку держит в руках, через это показывает, что он целитель, он врач, да, с лекарствами в руках. Мы наслышаны, что Лукаев Войн-Исенецкий, он тоже помогает, он при жизни был врачом, хирургом, и по кончине своей он также помогает, ему тоже о здравии ставим. Если какие-то моменты связаны с поисками работы, с устроением каких-то дел мирских, с трудностями, ну, допустим, кто-то там под судом и следствием, или в путешествии находится, ну, это мы универсальный святой святитель Николай Угодник. Ему ставится свечка и молятся ему о той или иной проблеме и решении ее. Если раковые больны, то есть такая иконочка Пресвятой Богородицы, все царицы, ей ставят тоже свечку за вот конкретно этих ситуаций. Если кто-то страдает недугом алкоголизма или наркомании, ставят Пресвятой Богородицы иконе Пресвятой Богородицы «Непиваемая чаша» и так далее. То есть это можно долго разговаривать. Ну, наверное, можно и любой иконе Богородицы помолиться, не обязательно. Ну, Богородица она одна, конечно, просто ее икон много, много различных икон, связанных с различными событиями в жизни тех или иных людей и обретением этих икон, там, будь то Казанская, Владимирская, там, или Смоленская, их разные виды иконочек. Поэтому в каждой ситуации, ну, кто-то вот, ну, можно и одной иконочке Богородицы ставить, и в этом тоже не будет ошибки никакой. А Святой Матроне? Матронушка, она тоже так же помогает в житейских делах и перипетиях. То есть мы помним из ее жития, что к ней приходили все, как в Евангелии сказали, труждающиеся, обремененные, и через нее Господь упокаял всех, то есть решал их проблемы ее святыми молитвами. То есть она была прозорливая, она кого-то наставляла, отвечая на вопросы, там, как дальше жизнь, в какую сторону надо жизнь развивать, то есть, ну, там, жениться, не жениться, там. Идти на работу, или сидеть дома, или еще что-то, или как там с детьми поступать, или что-то там, просьбы какие-то. Так же и сейчас Матронушка так же решает эти же житейские проблемы, с которыми мы по-прежнему боремся в этом суетном мире. Да, а Святителю Спиридону Термифунскому молятся, когда жилье хотят обрести? И Николаю Годнику, и Святителю Спиридону, да, они, тем более, друзья были при своей жизни земной, то есть они, в общем-то, одинаково помогали людям и при жизни, и по своей кончине так же помогают. Ну, в общем-то, можно любому святому, наверное, со своей просьбой, с любой обращаться. Ну, воинам молятся за воинов, например, да, там, Архангел Михаил, все чины небесных сил бесплотных, да, он возглавляет, он старший из, в воинском звании, из всех ангелов и Архангела, да, ему так же молятся о защите, о заступничестве от нападок не только человеков, но и злых, но и бесов. Все, понимаете, каждый вопрос, он имеет отдельный ответ, но это очень личное и такое вот субъективное. Молебны, они еще усиливают просьбы? Вот я знаю, что у вас в четверг, да, в вашем монастыре тоже молебны перед расследителем Николая. Ну, вот в Великий Пост как раз их уже не будет. Молебны не служат в Великий Пост. То есть в последние недели, получается, а потом в течение года. Вот мы уже на весь срок Великого Поста молебны прекращаем. Конечно же, молебен – это совместная молитва, тем более не просто там, вот подошел человек к иконочке, попросил, там, ну сколько там, 10-20 секунд, 30 секунд, минуту постоял. Молебен, он длится там полчаса, если мы с Акафистом, еще Николаю Годнику обычно служим молебеном, то есть он более длительное время, причем молятся и прихожане, и священник молится, и все эти молитвы, конечно, усилятся. Еще читается Евангелие, то есть это более такая сугубая, более сильная молитва, во время молебна происходящая, которая дает возможность быстрейшего решения тех или иных проблем. А еще Великий Пост, вы сказали, да, молебны прекращаются? Прекращается также Великий Пост, литургия. Кроме среды и пятницы, потому что Великий Пост, там свои постовые службы и причастие будет происходить только в среду, в пятницу, в субботу и воскресенье. Причем младенчиков причащают только в субботу и воскресенье, так как они причащаются кровью, а в среду и пятницу это и служатся литургии прежде освященных даров, то есть там просто запасные дары, которые в воскресенье были подготовлены, то есть они без жидкой крови, то есть они пропитаны кровью кусочки тела Христова. Службы такие длинные, да? Очень длинные службы, очень такие монотонные ощущения многих молитв и псалмов и других различных песнопений, но все они такого покаянного характера и также помогают нам вспоминать о многих ситуациях в своей жизни, они настраивая нас на покаянный лад. Даже если брать первые недели поста, когда читается понедельник, вторник, среду, четверг, канон Андрея Критского, покаянный канон, это особенные по вечерам читается, особенное такое впечатление на душу молящих сопроизводит этот канон, потому что там програваривается очень много воспоминаний из Ветхого Завета, из Нового Завета, это из обстоятельств жизни многих святых, и, конечно же, это дает образ мыслей, мы как бы перенимаем тот образ мыслей, который был у Марии Египетской или у других упоминаемых личностей. Это он Андрея Критского, да, как раз его самого. То есть эти четыре дня тоже вводят человека в Великий пост. Это уже первая неделя поста, это уже началось, так сказать, вот это преобразование внутреннего человека, которое мы должны на время поста пройти, потому что сам Великий пост – это 40 дней, да, и мы понимаем, что это десятая часть от 365, да, без малого. То есть это та самая десятина, в которой в Ветхом Завете прописано, что каждый человек должен от всего, что имеет, десятину воздать Господу. Поэтому мы должны десятую часть своей жизни в течение года, мы десятину отдаем, эти 40 дней отдаем Господу. Для чего? Для того, чтобы Его прославить, показать свое смирение пред Его святой волей, показать свое устремление к очищению души, к покаянию, показать свое желание спастись. Потому что вот эти предуготовительные недели еще до Первой Седмицы как раз на это нас и настраивают. То есть это блудным сыне чтение Евангелия, это о страшном суде, это о Адамовом изгнании из рая и прощенном воскресении. То есть это все дает нам... А начало, да, мы три фарисеи такое. А начало, да, уже мы три фарисеи, когда Господь явно показывает, каким образом надо молиться. То есть Он уже настраивает. А дальше уже страшный суд, и мы видим, что блудный сын – это явное милосердие Божие показано этой притче. Как Господь может принять любого грешника в образе отца этого блудного сына, сам Господь стоит и принимает каждого, кто к нему придет с покаянием и с просьбой о милосердии и прощении грехов. И как и о страшном суде, предстоящей за следующей седмицей, она говорит о чем? О том, что всем нам предстоит ответить за свои дела в этом мире и каковы будут последствия этих дел. Ведь вне зависимости от того, веруешь ты в Бога, не веруешь, думаешь ты прожить вечно или не думаешь прожить вечно, мы все пройдем через смерть, и после смерти мы предстанем при лицом Божиим. И мы встанем на страшном суде, где так или иначе воздастся каждому. Кто-то встанет по левую, кто-то по правую руку от Господа, и кто-то пойдет в ад, тот кто слева, кто-то пойдет в рай, тот кто справа. Вот это момент жизни человеческой, который у нас впереди, о котором многие даже не задумываются, а ведь он, наверное, важнее всего, что есть у человека в этой земной жизни. То есть здесь-то мы временно имеем что-то или не имеем, достигаем чего-то или не достигаем, а там это вечность. То есть вот этот вот страшный суд, он решает судьбу человека не на годы и не на десятилетия, а на вечность. Поэтому он называется еще, в том числе и поэтому, называется страшным. Потому что после него уже никакого обжалования, изменения там или там какого-то милосердия не будет. Все, что будет решено на страшном суде, обжалование не подлежит, и уже в вечности человечество уходит в том, что оно заслужило. Да, мы говорим, что просто 40 дней длится, но мы еще знаем, что Страстная Седмица есть, как святые цели говорят, что мы вот эти 40 дней идем навстречу Господу, то есть показываем верность своего Господу, а уже последующие 7 дней Страстная Седмица, уже Господь идет к нам навстречу. Это отдельный уже, да, еще, ну, это строгий пост, это каждый день мы вспоминаем понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Мы вспоминаем те события, которые происходили в земной жизни Господа перед Его распятием, перед Его кончиной и воскресением. И, естественно, она особо имеет значение для верующего, то есть мы здесь напрямую, так сказать, следуем с Господом по путям Его страданий, скорбей, распятия, смерти и подготавливаемся к Его воскресению. То есть мы здесь, в общем-то, вместе с апостолами проходим весь этот путь, ну, мысленно, естественно, проходим, и, конечно же, с апостолами мы потом достигаем воскресения Христова, что является тем величайшим событием, которому нету подобных во всей жизни человеческого рода. У нас есть еще звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Галина. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как церковь относится к донорству? Спасибо за вопрос. Есть такая концепция русской православной церкви, социальная концепция. В ней проговорены различные моменты и подходы русской православной церкви, в том числе и вот к такого рода вопросам. Если интересно человеку, как церковь относится к этому вопросу или к каким-то другим житейским или глобальным вопросам, то можно просто ее взять, пролистать, и вы откроете для себя очень много интересного. Ну а в частности, если говорить об этом вопросе, сказано, что церковь не против донорства. Она его поддерживает, так как донорство дает возможность жить дальше, жить многим людям, которые потеряли много крови, и по-другому они не выживут. То есть переливание крови, которое многих смущает и ставит как-то вот под вопросом, что же это такое, как к этому относиться. К этому относиться можно как к такому милосердию, оказываемому больным людям, которые без крови, без переливания крови просто умирают. Это и болезни различной крови, лейкемии и прочее. Там очень много всяких заболеваний крови, при которых не вырабатываются красные кровяные тельца, и их можно подпитывать и продолжить им жизнь, а значит дать возможность для лечения и спасения от этой болезни только вот таким регулярным переливанием крови. Это и раненые на фронте, им тоже кровь нужна, и они много ее теряют, пока они попадают в специализированные какие-то моменты, лечебные заведения, где их избавляют от кровотечения, лечат, и, конечно же, они приезжают туда уже с потерей крови. Это и аварии, это и даже роды, там роженицы иногда очень много крови теряют, им тоже часто нужна кровь, поэтому здесь можно перечислять очень много всяких болезней и других случаев жизни человеческой, где нужна кровь, поэтому... А это касается не только крови, но вот сейчас же есть там, там свои органы, например, завещают, да, из-за чего там другим людям. И такое есть, да, и церковь это тоже поддерживает, то есть ни в коем случае не отрицая возможности таких... То есть это получается физическая помощь у тебя получается, да? Ну, фактически ты милосердие проявляешь человеку, ну, кто-то, кто как, кто милости не дает деньгами, кто милости не дает хлебом, там, или продуктами, а кто-то своими органами милости не дает. Не обойдемся мы с вами без нашего любимого занятия чтения Евангелия, да? Предлагаю начать с такого затрывка, Евангелия, с которого началась вот эта подготовительная седмица, она называется «Притча о мытаре и фарисее». Это Евангелие от Луки, глава 18-й стихи, с 10-го по 14-й. Пожалуйста, давайте ознакомимся. Послушаем Евангелие. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощуюсь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив, ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Почему именно с этой притчи вот начинается наш путь? Здесь мы видим, как Господь показывает две противоположных стороны молитвенного делания. То есть, один пришел в храм, чтобы просто поблагодарить Бога за то, что у него есть то, то, то. И даже не столько поблагодарить, а сколько превознестись над мытарем. Потому что он говорит, что я не такой, как те, те, те. То есть, я выше, я лучше, я чище, я праведней. Он просто как бы по привычке ходит регулярно, вот он зашел. и о чем он молит? Он даже не молится, потому что здесь нету молитвы, то есть, просьбы нет. Мы видим... То есть, он с Господом не разговаривает, он сам с собой получается, да? Он говорит, что я благодарю тебя, что я не таков. Вот я намного лучше других, и, то есть, это явная такая похвальба, превозношение, а значит, это гордыня в нем говорит. Не смирение, не любовь к Богу, не какие-то другие праведные чувства и качества добродетельной души человеческой, а гордыня в этом прям проскальзывает, ее видно невооруженным взглядом в этих словах. И, конечно же, тут и осуждение есть, он сразу там такие прилагает штампы, этот грабитель, этот обидчик, этот прелюбодей или этот мытарь, да? То есть, он всех осуждает, тут же в храме стоя. И это как бы одна сторона поведения человеческого в церкви, которую Господь показывает как вот явно ему неугодную. А вторая сторона – это мытарь, который полностью осознает свою греховную сущность, полностью понимает, что он не может ничего себе даже изменить-то. Он бы и рад измениться, и свою жизнь изменить, но не может. Поэтому единственное, что он говорит, это Божьей милостью будем не грешному. Со всем внутренним смирением и скорбью предлагает эти грехи на суд Божий и лишь просит о милосердии себя. Ему нет никакого дела до там, как предыдущему молитвеннику грабителей, до обидчиков или прелюбодеев. Никакого дела ему до них нет. Ему бы за себя ответить пред Богом. Он понимает, насколько он глубоко пал и насколько он может получить воздаяние страшное за свои прегрешения. Вообще мытари это люди, которые в те времена даже не любили их даже свои соплеменники. Они тоже были евреи, но они служили Римской империи которые подчинили себе израильское государство и брали налоги с него. И эти налоги собирали как раз евреи, живущие в Палестине, которых называли матарями. Ну, налоговики, как мы сейчас бы их назвали. Такие доносчики-предатели получаются. Естественно, они этим пользовались, как опять же сейчас их называют коррупционеры. То есть коррупция была развита. То есть вместо одной суммы налога они надбавляли там еще сколько-то и себе брали в карман. Если кто-то им мешал в их какой-то деятельности трудовой или нетрудовой, то есть они могли заниматься там и контрабандой, и продажей, чего-то такого, что не должны были делать, то они устраняли с помощью той власти, которую им давала Римская империя. Поэтому их еще и боялись. Они и завистники были. То есть эти все качества в матарях выразились в презрении к ним от другой половины общества еврейского. И мы видим здесь как раз об этом матаре говорит. То есть он сравнивает матаря с грабителями, с обидчиками и прелюбодеями. То есть он их не разделяет. Для него это ягоды с одного поля. И конечно же это общее мнение, которое главенствовало на тот момент во всем государстве израильском. Именно поэтому мытарь тоже понимает это, так и кается. Он понимает, что он ничем не отличается от грабителей, обидчиков и прелюбодеев, поэтому просит прощения Бога. И мы видим, что в нем есть осознание своей греховности. А фарисеи этого нет. А он наоборот уважаемый был, даже на иконах он изображается такой наплышный. Фарисей-то? Фарисей, да. Но дело в том, что фарисей это была такая политическая партия, которая ставила перед собой задачу всех сделать верующими, всем внести в жизнь четкое соблюдение всех законов Моисея и Пророка. Казалось бы, это все правильно, да, и они поставили перед собой задачу вот все подвести под ветхозаветные заповеди. Десяти закон Десяти заповедей Моисея те самые. Естественно, они себя чувствовали учителями, то есть они определяли, кто прав, кто не прав, они определяли, что соблюдать, что не соблюдать. Они слагали, как Господь о них говорит, бремена неудобоносимые и накладывали на других людей якобы с религиозной точки зрения все это сделалось, но сами их не носили. И это все в них присутствовало. Сам Господь говорит о них, что вы как гробы покрашенные, снаружи красивые, а внутри полны костей и тления и всякой нечистоты. Так Господь говорил о фарисеях. И мы видим, что здесь это тоже присутствует. То есть он уважаемый человек, он учитель народа израильского, он законоположник жизни. жизни. Надо, наверное, отдать должность, что к этому времени, которое мы евангельское читаем, уже они до такой степени скатились. А раньше-то они же благодаря им же вера дошла. То есть они своей кровью доносили веру. То есть изначально-то... Ну, мы помним, что при завоевании Римской империи народа израильского была часть населения, которая восстала против языческих правил, которые вводила Римская империя. А мы помним, что поклонялись Зевсам, Аполлонам и прочим-прочим. Причем совершенно с нездоровой морально-нравственной атмосферой все эти боги были. То есть они сожительствовали со своими дочерями, они воровали жены других. Ну, почитайте, если вам интересно, мифологию олимпийских богов. Вы там увидите то, что там Хронос кушал своих детей, например, убивал и ел их и так далее. А это основной из эти плеяды богов. И, естественно, еврейское общество, которое было воспитано на совсем других заповедях ветхозаветных, оно воспротивилось этому. И даже братья Маковеи, они восстали и повели за собой восстание других последователей. Конечно, их разгромили, это восстание и их жестоко убили. И они мученики были за веру ветхозаветную. И на их памяти вот создалась как раз фарисейская партия, та, которая боролась за свою веру, против римской веры. Поэтому они таким авторитетом пользовались. Начало-то было правильное, но это все переродилось совершенно в такое выхолостилось, совершенно неудобоваримые моменты. То есть они просто почувствовали власть и стали это использовать. Дальше люди стали использовать, казалось бы, правильные и хорошие намерения, стали использовать в своих интересах, в своих целях, что и привело к тому, что сам Господь их осудил, фарисеев. Начинали с хорошего, а закончили, как всегда, как у нас говорится. К сожалению, человек без Бога ничего доброго сделать не может, и здесь это один из таких многих тысяч примеров, которых мы видим, что действительно, если человек отходит от Бога, он деградирует, даже будучи в идеальных условиях. И вот мы видим, эти два человека заходят, и Бог слышит сердце человека. Господь слышит их обоих, конечно же. Господь вообще на лицо человека не смотрит, а смотрит на сердце человеческое. И те мысли, те чувства, те движения души, которые скрыты от всех внешних зрителей, от Бога, они не скрывают мы. И именно они Богу-то как раз и нужны. Что же внутри человека находится? Он не зря говорит, что внутри гробов востление и нечистота. Он про внутренние человека говорит, фарисеев. И злоб из сердца исходит. Во многих местах евангельских мы читаем, что добрые и злые дела исходят из сердца человеческого. И здесь опять же Господь на это же указывает фарисею в этой притче. Но мы конечно же можем из этого воспринимать только одно, что нельзя следовать пути фарисейскому, то есть гордиться, осуждать, превозноситься над людьми и радоваться тому, что я лучше других. Мы не можем быть лучше других, мы все одинаковые. Единственное, что нас различает, это что Господь кого-то поддерживает и не дается грешать своей силой, своей благодати, своим милосердием по молитвам этого человека или по молитвам за этого человека как кого-то другого. А кому-то Господь попускает впасть в то или иное согрешение для его смирения. Зачем Господь говорит, что должны искушения прийти в этот мир, необходимо этому быть, горе тому, через кого они приходят. Искушения приходят в этот мир для того, чтобы открыть как раз внутреннее то, что внутри человека находится. Как, знаете, как бутон розы, он пока не раскрылся, ты даже не понимаешь, какого цвета этот будет цветок. Они все зеленые. И красные розы, и желтые, у них все бутоны зеленые. Лишь когда внутренне раскрывается, тогда мы видим красоту внутреннюю, которая становится и внешней красотой розы. Так же и здесь человек, он раскрывается во время искушения, когда он либо с этим искушением сослагается и исполняет волю бесовскую, либо когда он с ней борется с искушением и исполняет волю Божию. И тогда дорожки их расходятся. Вот здесь как раз об этом тоже вот и говорится притча. То есть здесь нас Господь настраивает на правильный молитвенный лад, чтобы мы Великий пост не потратили на вот такое фарисейское благодарение и разглядывание других людей. Да, и осуждение других и говорить а вот этот вот косой, этот хромой, этот там грешник, этот еще чего-то, а я вот не такой. Тогда Великий пост пройдет для нас впустую, а то еще и в осуждении пройдет Великий пост для нас. Когда человеку молится, он, наверное, вообще никого не видит вокруг. Ну, если правильно, истинно молящийся человек, который молится о прощении своих согрешений, ему ни до кого нет дела. Ему все равно, кто и как рядом с ним стоит в храме и как он живет. Он не поставлен судьей. Если бы он был ответственен за этих людей, ну, как фарисея, ведь не ставил никто судьей и ответственным за моторя. Так же и каждый из нас, приходящих в храм, нас Господь не ставит судьями. Судья – единственный, Господь – Бог. А мы все его чадо, которых сам Господь будет рассуждать на страшном суде. Поэтому давайте, как блаженная Матронушка говорила, каждый овечка будет подвешен за свой хвостик. То есть мы, каждый, должен ответить во время Великого Поста за свои согрешения и в этом основной, так сказать, настрой вот этой притчи. Ну и вообще, да, каждый человек субъективное мнение. То есть как говорят Святая Цель, что мы видим в другом человеке отражение, как зеркало мы смотрим. Мы видим в человеке то, что именно находит отражение в себе. То есть какой ты есть, тот и видишь. То есть человек не такой, каким ты себя представляешь. Если брать апостола, то он кратко это выразил. Для чистого все чисто, для нечистого все нечисто, апостол Павел сказал. И, конечно же, если человек сам не согрешает в том или ином грехе, он этого греха и у других не видит. Он может не понимать, он может быть там не осознавать или не замечать даже, что тот согрешает. Ну, просто говорить, ну, мало ли что там, чего там он делает, я даже не понимаю, что он делает. Если человек в этом сам не повинен, а если он сам в этом поменен, он сразу это видит. О, так он ворует, о, так он обманывает. Или там, о, он гордится. Значит, таким образом ты сам себя обличаешь, если обличаешь другого. Ты, там Господь говорит, какой меры ты меряешь, такой меры тебе и отмеряется. То есть, если ты кого-то осудил в гордости, значит, и тебя в гордости в дальнейшем постигнет осуждение. Так же и все другие грехи. Есть такая история, да, два человека встречаются, например, ночью, и вот один про другого думает, говорит, ага, значит, он пошел воровать. Потом подумает, что это там прелюбодия. Кто-то подумает, что человек молится, наверное, пошел. То есть, вот, каждый видится все. Ну да, а он пошел на работу, ночную смену, например. то есть, опять же, это все настолько субъективно, и каждый человек по мере своей кривизны видит кривизну у другого человека. Да, и как другая притча говорит, прежде чем вынуть сучок из глаза ближнего, из своего глаза бревно вынь, и тогда ты увидишь, что же происходит с другим человеком, как ему помочь. Вот здесь та же самая история, что фарисей, не видя бревна в своем глазу, он вот сучок в глазу мотаря увидел. Почему вот именно притча начинает? То есть, и Господь много говорит о гордости, о том, что это плохо, и то, что и Святая Церковь вторит гордость. Что неплохого? Ну, мы помним, что с гордости началось падение самого высшего из ангелов, Деницы, который потом превратился в сатану, он возгордился, то есть, он посчитал себя за счет того, что он самый умный, самый красивый, самый-самый-самый, потому что он был высшим из ангельских чинов, сотворен Господом, действительно, самым умным, самым красивым, потому что в Царстве Небесном есть иерархия, и старшие стоят над младшими чинами, поэтому наверху этих чинов стоял самый старший ангел, который знал больше, который умел больше, который сил имел больше, но он вместо того, чтобы эти качества свои воздать Господу, от которого, собственно, и получились эти качества при его сотворении, он их присвоил себе, и возгордился, и сказал, это я такой, и я еще буду выше Бога, сяду и престол поставлю выше Божьего, на что другой архангел Михаил ответил, кто, как Бог, то есть невозможно представить, чтобы какое-то творение Божие было даже как Бог, не то, что выше Бога, и в этом началось как раз падение Деницы, превратившей его в сатану, то есть противника Бога в переводе, и, собственно, через это падение он еще и соблазнил Адама и Еву, потому что он позавидовал, и они-то остались в раю, а он был изгнан из рая, естественно, он с помощью искушения их также низвел в этот земной греховный мир, то есть они, к сожалению, подпали под его искушение и оказались там же, где и сатана. Гордость есть в каждом из нас, и как раз Великий пост, наверное, и в первую очередь на борьбу с этой гордостью. Как мы ее можем себе увидеть и бороться с ней? Действительно, гордость – это корень древа греховного, то есть мы знаем, что ветвей и плодов греховного древа огромное количество, но все они произрастают из корня гордости. Если мы этот корень подрубаем, то все древо высыхает, то есть все греховные страсти умирают. противоположностью гордости является смирение. И если человек достигает смирения, то он подрубает как раз этот корень зла, корень древа греховного, и через смирение он обретает внутреннюю чистоту и покой, то есть смирение, с миром человек начинает жить, с миром, который дает ему совесть, который обличает нас при каждом согрешении. Если человек смиренный, он уже не согрешает, и, значит, совесть его уже не обличает. С миром, с волей Божией, когда человек не согрешает, он не противится воле Божией, и, значит, и здесь, и с Богом он с миром живет. И эти все качества, конечно же, являются труднодостижимыми, но возможными с помощью Божией их достичь трудом, внутренним самосозерцанием и работой над собой, и, конечно же, исполнением тех заповедей и тех поучений, которые мы читаем в Евангелии. У нас осталось полная минута. Ну, вот, например, мы себя поймали, это самая первая мысль, и как раз притча сегодня говорит о превозношении над другими людьми. То есть, как мы только себя поймали, что мы кого-то в чем-то там, что-то нам не нравится, кто-то нам не нравится. Мы должны сразу же вспомнить на эту мысль, ответить, вспомнить свои грехи. А чем я лучше? Я же вот это и вот это и вот это сделал. Значит, я не лучше, а то и хуже этого человека. То есть, он там, ну, не знаю, что-то обманул кого-то. А я не обманул, я воровал кого-то. А я там пожелал кому-то зла. А я там, не знаю, напился там или еще что-то. То есть, таких множества грехов за каждым человеком есть. И эти воспоминания грехов своих, они дают возможность не видеть грехов чужих. Да, и чем нам гордиться, когда сам наш Господь смирен? Господь, Он пришел, как Он говорит, я пришел не судить мир, а спасти мир. То есть, вот по этому пути и мы должны идти за Христом, ведь все Его шаги в этом мире мы должны повторять, поэтому мы должны не судить мир, а постараться помочь спастись кому-либо, хотя бы одному или двум людям, окружающим нас, близким. Благодарю, сестер Еминей, что вы к нам приехали. Даст Бог, продолжим в следующей передаче разговор. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok